Совсем скоро здесь можно будет с комфортом проводить время, например, за чтением книги. А сюда придем играть с детьми на новую современную игровую площадку. А как приятно выйти на вечерний променад. Горожане смогут это сделать вдоль озера по такому металлическому настилу. Не забыли и про любителей велосипедов и самокатов. Обустроили велосипедную дорожку. Благоустройство Чкаловских озер началось в прошлом году. На первом этапе работы основательно подготовили территорию. В 2023 году были проведены работы по берегоукреплению. Устроена подпорная стенка для того, чтобы удержать твердое покрытие, обезопасить смывы и не допустить разрушения береговой линии. Также проектировщиками было принято решение для укрепления дамбы установить два амфитеатра из архитектурного бетона. Тем самым укрепили дамбу, не даем смывать ливневым водам грунты. С приходом тепла на объекте снова кипит работа. Сегодня масштабное благоустройство территории обретает итоговые очертания. На данный момент ведутся работы по благоустройству уже второй очереди этого проекта за дамбой. Там также будут устроены дорожки, устроен пешеходный маршрут, велодорожка продолжит свой маршрут. При благоприятных условиях мы планируем закончить строительство в середине-конце сентября этого года. К этому времени на всей территории, которая была благоустроена, будут установлены лавочки, урны, малые детские игровые формы, которые уже приступили к монтажу. Под ними будет устроено мягкое ударопоглощающее резиновое покрытие. Окончание работ запланировано на сентябрь этого года. Однако подрядчик обращает внимание на то, что не только погода может нести коррективы в сроки, но и человеческий фактор. Дело в том, что на время работы решено было оставить территорию открытой, чтобы горожане могли ходить привычными маршрутами. Поэтому здесь часто можно наблюдать не только мирно отдыхающих в излюбленном месте, но и, например, увлеченных гаджетами детей, идущих по металлическому настилу, ограждения для которого еще не готовы. 11-летний Семен очень любит ловить здесь рыбу. Скажи, что ловится? Ловится щука, окунь. Обалдеть. А ты сегодня что-нибудь поймал? Сегодня? Ну, нет, почти нет. А что ловил здесь когда-то? Щук по 4 килограмма, по 5. Но улов может закончиться и печальный, если родители не объяснят детям, что рыбалкой надо заниматься в безопасных местах, а не стоя вот так на краю недоделанных конструкций. Проектом было предусмотрено монтаж тропы первых. Это металлический настил, который связывает одну часть озера с другим, с перильным ограждением. На данный момент сам настил смонтирован и ведутся работы по устройству ограждения. У меня большая просьба к жителям, их детям и всем, кто посещает эту территорию. Пожалуйста, не ходите пока по этому настилу, пока ведутся работы. Работы ведутся по устройству ограждения как раз для вашей безопасности, чтобы никто не упал, не повредился. И в целом работы будут закончены уже буквально, наверное, через месяц по устройству ограждения. И вы спокойно сможете продолжить свой маршрут. Проектом предусмотрено все для приятного отдыха горожан всех возрастов на свежем воздухе. Подождать осталось немного, а пока соблюдаем правила безопасности и уважаем труд тех, кто делает наш город красивее и комфортнее. Виктория Мельник, Сергей Васильевский, Щелковское телевидение.